Украина и США начинают пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру. Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом и заменой уничтоженного, но и уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы. В рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Кэрри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора, говорится в сообщении. Партнерами-участниками пилотного проекта являются Международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, компания Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, Fuel Cell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, New Scale Power, Samsung CNT и Starfire Energy. Кроме того, специальный посланник Кэрри объявил о начале новой инициативы проект Phoenix, направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на малые модульные реакторы. Кабинет министров Украины принял решение о расширении акватории морских портов Измаил, Рейни и Усть-Дунайск на Дунае, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Внесены изменения в некоторые постановления Кабинета министров Украины относительно границы акватории морских портов с целью содержания в надлежащем судоходном состоянии участка реки Дунай, на которой расположены украинские морские порты, и обеспечение на ней надлежащего уровня безопасности мореплавания с четкими пределами ответственности капитанов портов и госпредприятия Администрация морских портов Украины. Расширение границы акватории морского порта Рейни для увеличения грузопотока порта за счет готовности паромного комплекса Орловка к обработке морских судов, говорится в сообщении. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за последние полгода Украине удалось увеличить грузооборот портов на реке Дунай в 50 раз. С 30 тысяч тонн в месяц до 1 миллиона 700 тысяч. В очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а потому работаем над расширением их пропускной способности. Решение правительства направлено именно на это. Кроме того, оно позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности, контроль и поддержку объявленных глубин, добавил он. Премьер подчеркнул, что благодаря открытию новых пунктов пропуска и расширению акватории Дунайских портов Украина сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность. Спасибо за просмотр. Слава Украине!